Место под будущий сад как будто специально приберегали под высадку фруктовых деревьев. Раньше здесь, по улице Котовского 1, был небольшой скверик. В символичном месте, напротив нашего отдела социальной защиты, где наши граждане, где наши семьи оформляют государственную поддержку, получают услуги по поддержке семей, по поддержке материнства, отцовства и детства. На праздник люди пришли семьями, да и сам сад будет называться семейным. Молодые саженцы ставили ровно, держали крепко, аккуратно засыпали землей и обильно поливали. Посадили 20 саженцев плодовых, из них 5 вишен, 15 яблонь и 6 кустарников. Одной из деревцев старательно высадила семья Филипповых, чей сын погиб при граничной суземке 27 мая 2022 года. Что мы посадили, не знаю. Знаю, что фруктовое дерево. Похоже на грушу. Надеемся, что она вырастет. Посадили мы в память о нашем сыне Филиппове Николае. Вот ему племянник, отец и сестра. Настроение хорошее, радостное. Хоть горестно, что нет сына, но жизнь продолжается. Растут. Надеюсь, что вот внук будет бегать и рвать эти яблоки в руши. Не знаю, что это такое. А вы здесь живете? Да, в Окинском районе. Так что будем здесь гулять, поливать, растить. Самая большая группа садоводов-любителей пришла из расположенного неподалеку детского садика. Нас пригласили на такое замечательное мероприятие. И наши дети вместе с педагогами и родителями мы тоже сажаем яблоню. Мы будем ходить, поливать, смотреть. И с гордостью будем своим и детям, и внукам, и знакомым говорить, что это дерево. Посадили мы. Для чего садим? Чтобы красиво выглядело, и чтобы все смотрели на это и радовались в глаза. А что посадил? Смородина, по-моему, да. Можно будет только смотреть и кушать. После того, как яблони и вишни приживутся, администрация Фокинского района намерена включить новый фруктовый садик в план по благоустройству общественных территорий. И в будущем возле подросших деревьев появятся ровные дорожки, лавочки и современное освещение. Но это планы уже на следующий 2025 год. Продолжение следует...